Когда-то давно, еще в 80-х, на излете застоя, просвещенные советские технари предрекали стране победившего социализма череду масштабных техногенных катастроф. Катастрофа-таки да, случилась. Совсем не техногенная. Вы и сами знаете, какая. Вспомнил я об этом лишь потому, что подозрительно часто стали мелькать новости о всяких взрывах, пожарах и крушениях в главной стране победившего капитализма. «Дай-ка проверю хотя бы этот год», — сказал я сам себе. И вот что получилось. 11 января случился огромный пожар на химпредприятии «Кэрус» в городе Лассаль, недалеко от Чикаго. 28 января в Луизиане, около городка Кичи, сошел с рельса в состав «Юнион-Пасифик», перевозивший химикалии. Часть города пришлось эвакуировать. Через три дня, 3 февраля, в Огайо терпит крушение еще один железнодорожный состав с химикатами. Начался пожар. Городок Северная Палестина накрыло зловещим облаком. 5 тысяч жителей было эвакуировано. Местные назвали катастрофу вторым Чернобылем. 12 февраля случился пожар на флоридском мусороперерабатывающем заводе в городке Дораль. На следующий день, 13 февраля, в Южной Каролине, сошел с рельса в состав с химикатами. День спустя, 14 февраля, в Аризоне опрокинулась фура с азотной кислотой. Просто день за днем, 15 февраля, в Оклахоме, на нефтеналивном терминале загорелся резервуар. Власти не раскрыли содержимое емкости. Утверждали, что была пустой. Дым пожара, однако, поднялся на высоту небоскреба. На следующий день, 16 февраля, в Детройте, сошел с рельса в состав, который перевозил химикаты. В тот же день, в городе Киссиме, штат Флорида, вспыхнул пожар на фабрике пластмассовых изделий. 17 февраля горел завод по переработке отходов в Массачусетсе. Власти эвакуировали население. Два дня передышки и 20 февраля произошел сильнейший взрыв на лакокрасочном и металлургическом предприятиях в Огайо. Последовало эвакуации жителей в радиусе 15 километров. 22 февраля сгорел ядерный объект федерального значения Y-12 в Оук-Ридже, Теннесси. Нет никаких существенных подробностей, все насквозь секретное, но персонал лаборатории был эвакуирован. 4 марта в Огайо, опять в Огайо, сошел с рельсов грузовой состав. Как сообщают, он не перевозил химикаты, однако жителям рекомендовали посидеть дома и в темноте, так как состав снес ЛЭП и полторы тысячи домохозяйств осталось без света. 8 марта пылала буровая на реке Мобайл в штате Алабама. Что горело? Почему горело? Власти опять утаили. 15 марта в Аризоне по неизвестным причинам потерпел крушение грузовой состав с кукурузным сиропом. 28 марта в Миннесоте сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший этанол. Жители ближайшего городка Реймонд были эвакуированы. Через три дня, 31 марта, во Флориде, сошел с рельсов состав с пропаном. 11 апреля, и теперь снова Индиана, город Рейчмонд. Здесь загорелся завод по переработке пластика. Эвакуировано около двух тысяч человек. 13 апреля рвануло на животноводческой ферме в Техасе. Взрыв и пожар были такой силы, что погибло более 18 тысяч коров. 15 апреля в штате Мэн сошел с рельсов и загорелся железнодорожный состав с опасными веществами. Куда ты катишься, Америка? Субтитры создавал DimaTorzok